добрый день или вечер или ночь я буду отвечать на вопросы по по тренингу вопросы про отношения которые я собрала у девушек в киеве на тренинге отношения мне кажется здесь все листочки и бережно везла и хранила и выбирала время первый да как проработать жертву в отношениях это отдельный вид жертвы или если застрелить ее общую в отношениях она исчезнет и благодарю жертва наша любимая да когда мы хотим пожаловаться и когда у нас все виноваты она бывает очень не экологично у жертвы нет ресурсов помним поэтому а жертва конечно нужно избавляться второй момент почему прогорает жертва так как у жертвы все виноваты ей все должны и если ты должен тебе за это спасибо не говорят если схематично жертва погорает на том что она не благодарна своему спасателю и спасая и спасатель выдыхается ему надоедает спасать поэтому жертва это не есть хорошо жертва должна быть управляема не вы должны управлять вернее не она должна вами управлять вы должны ей управлять вот смотрите вы задаете себе вопрос чего хочется мне на самом деле когда я впадаю в эту жертву чего мне хочется на самом деле может быть вы за что-то мстите очень распространенный вариант вы не можете до сих пор не можете простить что-то там то да и начинаете цепляться к нему сегодня второй вариант вы хотите вы просто хотите внимание вы хотите на ручке и вы начинаете жаловаться то есть таким образом получать внимание отвечаем себе на вопрос и следующий вопрос а каким другим способом я могу получить то же самое без вот этих вот жертв без нытья либо я осознаю и говорю себе признаюсь да я просто хочу внимание просто хочу на ручке но как я могу еще получить внимание я же могу получить внимание не жалуюсь или на жизнь на мужчины на отношения не вызывая чувства вины а люди устают от чувства вины нам не нравится когда мы виноваты мы не хотим чувствовать себя плохими мы хотим чувствовать себя хорошими поэтому когда нас навешивают чувство вины усердно но это проигрышный вариант и мы говорим я просто хочу на ручке я сегодня нуждаюсь в твоей защите в твоей в твоем внимании в твоей ласке и так далее я хочу чтобы сегодня ты был добренький сегодня я не принимаю критику я сегодня хочу на ручке очень устал на или не сегодня вообще у меня неделя такая была или месяц или год я хочу на ручке то есть мы честно признаемся смотрим на реакцию человека но и уже там идет взаимодействие второй момент если мы когда-то что-то поторопились простить и сейчас жалеем об этом и поэтому кусаемся то же самое задаем себе вопрос а что он должен сделать или что я должна получить от него чтобы я прекратила к нему цепляться чтобы я простившая когда-то на словах простила на деле простила на самом деле вот что что попросить у него такого и там уже конечно ставить цель в соответствии с этим как перестать ревновать и все контролировать ревность низкая самооценка тревога что кому-то дают внимание а мне не дают до которые базируются на том что я недостаточно хороша и что внимание конечно и так далее вот там много тараканов в общем и целом чтобы избавиться от ревности конечно вы ее осознаете и это отлично вы уже осознали вы поставили цель все-таки в отношениях меньше испытывать это ему эту эмоцию повышаем самооценку потому что без повышения самооценки сложно ну вот как как до ревность когда женщина уверена в себе не она ревнует ее ревнует обидчивый мужчина как помочь подрасти вдруг не все потеряно на обидчивый мужчина это ребенок он еще не мужчина это мальчик малыш вот чтобы малыш подрос надо меньше внимания обращать на обиды не давать чтобы вами манипулировали этими обидами отстраняться когда он вот в таком состоянии они меньше ему помогать что-то решать вообще не помогать пусть сам все решает и посмотреть на динамику как на него это влияет если он цепляется мы не можем подрастить другого человека без его на то желание если человек не хочет расти если он упорно цепляется за то что все должны все виноваты и так далее что вот надо обидеться на нее как он на маму обижался ребенок мама прибегала давала внимание на свою женщину тоже надо обижаться если он растет если он что-то там переосмысливает да но если прошло пару месяцев и реакции все те же да а воз и ныне там то но не все потеряно стоит ли знаете как долгие годы тренировки они и зайца научат всяким вещам правильным и неправильным нужно ли вам это правда нужно ли вам это так в следующем отнош в следующем следующем видео до запишу